Эти субсидии предназначены для наших региональных предприятий. Это порядка 28 предприятий, которые находятся в 22 муниципальных образованиях. Это частные предприятия, которые производят хлеб. Это наши традиционные хлебопекарные предприятия. В том числе, мы надеемся, туда попадут и Волжский пекарь, ЗАО «Хлеб», Вышневолодские предприятия, Торжокские предприятия, Андреапольские. Ну, список, в общем, известен по предприятиям. И это рабочие места, это стабильность. Ну, и самая главная задача, которую мы видели, это неповышение хлеба на социально значимые продукты. Неповышение цены на хлеб как социально значимый продукт. Потому что сегодня мы понимаем, что есть несколько направлений. Первое – это развитие рынка. А второе направление все-таки мы считаем, что принимать участие в формировании цены на социально значимые продукты государству просто необходимо. Вот в качестве этого решения и была вложена вот эта идеология.